Говядина 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 Для этого в зоне отдыха, где коровы с телятами делают такие столовые с лозами, но для того, чтобы теленок смог пройти под навес, где этот кормовой стол, а корова не смогла. Им дают телятам овес или дополнительные корма, что помогает обеспечить им еще более питательную питательность в корму. Вот на примере этой таблички мы увидим продуктивные качества животных, мясных пород именно престойлово-пазвичной системы. Также для молодняка, который растет рядом с мамками, для именно малышей, как мы их называем, доля в рационе должна приходиться на концентрированную часть кормов именно постепенно, структурированную. Чтобы долго не останавливаться на пазвичной системе, расскажу именно про откорм на нашем предприятии, на промышленном комплексе Агропарк Развильное. Как сказал Алексей Степанович, у нас единовременного содержания скота 4000 поголовье. Предприятие занимается откормом и доращиванием, стараемся приобретать бычков мясных пород, комбинированных, но также присутствует и молочное направление животные тоже. На предприятия животные поступают в возрасте от 6 до 8 месяцев в среднем, с живой массой от 150 до 200 до 300. Также бывает молодняк, который мы закупаем постарше, с живой массой 400 килограмм. Они у нас поступают в отдельные корпуса, которые как у нас карантинные, мы их так обозвали, где производятся все ветеринарные мероприятия. И также где в течение месяца животные именно приспосабливаются к нашей технологии от корма. Она у нас такая немножко, скажем так, агрессивная, потому что большую часть в рационе питательности животные получают из концентрированных кормов. На долю концентрированных кормов с постепенным увеличением приходится до 70% питательных веществ и сухого вещества из общего рациона животных. Здесь вот на фотографиях вы можете увидеть кормушки, ясли, базы с содержанием наших животных. В структуре рациона необходимо соблюдать следующие компоненты, параметры. Нужно обеспечить сухого вещества 45-55% на натуральное количество корма, на 1 килограмм. Обменной энергией не меньше 9,5-9,7 мегаджоулей на килограмм уже сухого вещества. Также чистой энергии, протеина 14-15%. Дальше будет видно это на таблице. Также незаменимую вещь оказывает условие содержания животных на их продуктивность. Базы должны быть сухими, подстил должен быть сухой у животных, потому что были произведены очень много исследований, и практика показала, что загрязненность базов очень снижает продуктивность. Даже на уровне копытиц, грязь уже, если мокрая, то привесы падают на 7%. Доходит до 28% потерь по привесам на животных. Здесь вот ради примера были произведены исследования наших бычков на показатели именно при откорме на нашем предприятии. Здесь были взяты две группы калмыцкого скота. Кстати, вот на этой табличке можно увидеть разницу по живому весу. В 15-месячном возрасте 380 – это первая группа, 332 – вторая. Почему я в начале выступления сказала о том, что телятам необходимо давать дополнительную подкормку? Потому что было взято две группы телят, которые были просто на подсосном молоке матери и на траве. А вторая группа телят получала подкормку в виде овса, даже не молотого, а просто цельный овес. И вот первая группа, которая в условиях пастбищного содержания получала дополнительную подкормку и более питательный рацион, по убойным и по показателям живой массы показала наиболее эффективный результат. У них привесы среднесуточные были 1,4 кг, а группы, которые телята приехали из того же бурта, от того же возраста 1,5 кг, 1,2 кг было по привесам. Поэтому, о чем моя речь, что интенсифицировать и именно делать качественный откорм скота нужно с первого дня жизни теленка. Потому что этот компенсаторный рост не восстанавливает потери. Даже при одинаковом кормлении в условиях одного предприятия, в одних и тех же условиях содержания, у них вот такую разницу дает в показателях продуктивности. Далее, здесь у нас, приведу вам пример, именно показатели продуктивности по породам, которые откармливались на нашем предприятии. Абертин ангузская, сементальская, калмыцкая, русская, камолая, казахская, геррифордская. Здесь именно мясные специализированные породы. И показатели убоя бычков среди этих пород калмыцкая, сементальская, геррифордская и ангузская. У них убойный выход составлял от 55 до 60%. И предубойная масса доходит до 600 килограмм. Ну, в принципе, все. В рамках моего выступления, позвольте предоставить слово нашим партнерам, с которыми мы долго уже сотрудничаем по производству. Они являются дистрибьюторами различных кормовых добавок. Повторюсь, что Алексей Степанович сказал, что мы не используем. Это так, действительно. Так как мы являемся поставщиками, скажем так, детского питания, мы не используем добавки с различными антибиотиками, с различными усилителями или гормонами роста. Наши добавки – это витаминно-минеральная группа и добавки, которые позволяют нам сохранить питательность корма, довести ее именно до нужных, скажем так, отделов организма животного и улучшить немного переваримость корма. Здравствуйте. Я, конечно, хочу поблагодарить Агропарк Развильное за предоставленную возможность и за то доверие, которое мы получаем от вас на протяжении уже пяти лет, сотрудничая вместе с вами. Наша компания называется ФитКонсалт. Мы находимся в городе Краснодаре, наш филиал – один из филиалов. Головной офис находится в Минске. Компания достаточно большая. У нас пять филиалов и шестой у нас буквально уже год, как работает в Казахстане. То есть наши специалисты на базе именно казахстого скота работают очень плодотворно, причем в большей степени даже, наверное, все-таки с откормочным скотом. Мы, как я сказала, в Краснодаре. Также вот помимо Агропарка Развильное у нас такое тесное сотрудничество с прогрессом предприятия Краснодарского края, которое тоже занимается откормом. Наверняка слышали Лобинский район, Александровский. И по России, конечно, много. В Сибири очень много предприятий, с которыми работаем. Хотелось бы сказать, что мы, помимо того, что занимаемся реализацией продажи кормовых добавок, но действительно наши добавки, они на натуральной основе, они обеспечивают здоровье животных прежде всего. Ну и также есть добавки, которые эффективно позволяют повышать продуктивность. То есть за счет чего? За счет того, что улучшается конверсия корма. У нас в Минске находится лаборатория, которая позволяет исследовать корма, наша лаборатория. Также в Белоруссии находится завод по производству премиксов и некоторых добавок. Ну и помимо этого мы, конечно, являемся поставщиками добавок иностранного происхождения, которые производятся во Франции, в Италии, в Америке, в Германии. В общем, большой достаточно спектр. Вот. Непосредственно то, с чем работаем мы в развильном, это добавки, которые позволяют как раз-таки работать на здоровье. Потому что, как сказала Диана Сергеевна, концентратный тип кормления, ну, не всегда он полезен, да. То есть у нас не свиньи, у нас все-таки крупный рогатый скот, то есть это животное травоядное. Поэтому обеспечиваем защиту внутренних органов максимально, пока идет интенсивный период от корма. Ну и также для того, чтобы максимально получить, ну, мы говорим, конверсия корма, да. То есть все, что было приготовлено, вытянуть все питательные вещества из тех основных кормов, которые были предоставлены животным. Мы оказываем сопровождение нашим клиентам, то есть расчет рационов, помощь там в составлении рационов, в подсчете необходимых компонентов. Если необходимость есть в ветеринарных услугах, также у нас есть специалисты, которые могут приехать, проконсультировать, помочь. Поэтому будем рады, если здесь присутствующие к нам обратятся. Мы всегда готовы приехать, помочь, разобраться с проблемой. То есть мы всегда идем рядом с нашими партнерами и надеемся на взаимное сотрудничество. Спасибо большое. А скажите, вот все породы хорошо переносят содержание под навесом зимой? У вас вот такое, вы же не в закрытых помещениях содержание? Прикольно кормовые дворы, все породы, да, кроме молочного, вот если, но он у нас редко появляется, скажем так. Ясно. Друзья, вопросы есть в зале? О, пожалуйста. Орловский район, я так понимаю. Какой расход кормов на килограмм привеса? Желательно в кормовых единицах. Я, честно говоря, давно институт закончил, поэтому нас сюда учили в кормовых единицах. Ну, сейчас мы все это рассчитываем, исходя из сухого вещества на голову в сутки. При нашем типе от корма от 9 до 14 килограмм сухого вещества приходится на голову. А при весе у нас по стаду, у нас при весе, по общей, по площадке, полтора килограмма в день, в сутки. Ну, на полтора поделите, это получается где-то 8, наверное, кормовых единиц, да? Да. Спасибо. Пожалуйста. Продолжить тему потребления в сутки. А как-то пересчитать в рублях, сколько рублей в сутки обходится на одну голову? Именно кормление или общая затрата? Именно кормление. Кормление рублей 70. 70 рублей в сутки на голову, в себестоимости выходит? Да. А еще, а основные корма какие вы используете? Основные корма, вот сейчас поедем на площадку, вы увидите воочию, это у нас концентратная часть. Алексей Степанович уже сказал, повторюсь, это зернозлаковая группа, жмыхи, широта. А вторая часть это солома и сина. Вы сами заготавливаете? Сами заготавливаем, грубая корма, а также при помощи кооператива «Восход». Хорошо, спасибо. А там еще вопрос. У вас подкармливается на пастбище. Что-что? Подкармливание молотняка на пастбище. Вы говорите, подкармливаете молотняк на пастбище с материалами. Это я на примере другого предприятия вам сказала. Наша площадка, именно площадка от корма доращивания. У нас нет скота на пастбище. Это было на предприятии имени Кирова, зимовниковский рост. И вы не в курсе, как это все у них устроено? В курсе. Это вот на выгульных, на пастбище, где у них зона отдыха, коровы. Вот как под навесами сделаны такие навесы, чтобы только теленок мог проходить под этот навес. И там кормушки с лозами. И туда вот сыпят овес. Но это получается на корытах, правильно? В корытах, да. Соль, естественно, и овес. Но коровы не могут, чтобы не коровы ели, как говорится, а телята. Понял, понял. Я в догонку вопрос задам еще, Диана Сергеевна. Скажите, у кого покупаете молодняк для откорма? И как контролируете как раз организацию этих кормушек? Молодняк у нас завозится отовсюду, с разных регионов страны. В основном это наша Воронежская область, Краснодарский край, Ставрополь, Калмыкия. Молодняк поступает к нам. Первый, смотрим на их состояние, здоровье животного. Проводим все ветеринарно-профилактические мероприятия. Формируем в одновозрастные и полувозрастные группы однородные. И их в корпус карантинного содержания. В течение 21-25 дней, вот так где-то, они у нас приучаются к нашей системе откорма. То есть изначально у них большая часть рациона состоит из грубых кормов. Если это молодняк, но прибывший, там в основном сено. Потом 10-15% из общего рациона у них приходится на концентратную часть. Концентратная часть в этот период в основном состоит из зерна ячменя, кукурузы. Постепенно, с увеличением времени содержания животных, то есть и с окончанием этого периода, концентратная часть у нас увеличивается. То есть животных приучаем к вольному поеданию концентрированных кормов. Потому что в дальнейшем, именно уже при откорме, у них по периметру базов, с одной стороны кормушка ясли с сеной соломы, а с другой стороны самокормушки с концентратами. Животные поедают в волю. Когда вы приобретаете скот, какие для вас важные параметры? Только вес вы смотрите или еще какие? На что вы обращаете внимание? Возраст, вес и состояние здоровья животного. То есть, ну и соответственно, себестоимость закупки складывается вот из этих трех параметра. Чем он будет упитаннее и здоровее животное, тем в дальнейшем он... Тем выше цену получит тот, кто производит. Да, и для нас выгода в том, что в дальнейшем он более быстро и адаптируется к нашему типу кормления, и более лучшие показатели будут. То есть нам не придется с ним, извините за простые условия, нянчиться. Понятно. То есть важно не просто, вы смотрите, вес какой, и от веса идет цена, важно еще вот... Конечно, да. Состояние животного, потому что некоторые животные еще и проделывают немалый путь, прежде чем к нам доехать. Добрый день. Мне очень приятно сегодня представлять здесь компанию Биотехагра, Краснодарский край, город Тимошевск. Наша тема звучит так, как пробиотики неотъемлемый компонент повышения продуктивности сельхозживотных. Ну, коротко о нас. Мы находимся, еще раз повторю, в Тимошевске. Заводу нашему уже 18 лет. Он с 2004 года. То есть зарекомендовал себя как динамично развивающаяся компания, которая не стоит на месте. Мы, помимо того, что у нас новые партнеры появляются, мы держим планку в том плане, что мы соблюдаем все качественные характеристики и, можно так сказать, индивидуальный подход. Почему? Потому что тема биологии, она, поймите правильно, не только это модно, это дань моде или там как-то мы сейчас все в этом заинтересованы, потому что это, в первую очередь, это наше с вами здоровье, это здоровье наших детей, поколений и это наше будущее. Поэтому задача компании, как бы, биологизировать сельское хозяйство, это, в первую очередь, наша задача научить вас работать с теми препаратами, которые вот создает компания «Биотехагра». Все препараты, значит, у нас это всероссийская коллекция промышленных штаммов, каждый штамм зарегистрирован, запатентован. Мы и, хочу сказать, что вся сопроводительная документация, мы работаем и через систему «Меркурий», и через «Сатурн». То есть, у нас два таких направления, больших и мощных, это животноводство и растеневодство, препараты для животноводства и для растеневодства. Ну, животноводство, это, в первую очередь, конечно же, это для повышения естественной резистентности организма. У нас много животных, птиц и рыб. У нас колоссальное количество за 18 лет опытов, отчетов. Я вас приглашаю посетить наш сайт «Биотехагра.рф», где собран материал кропотливой многолетней работы, где испытывались наши препараты, кто применял, когда, для чего, и там все результаты есть, мы делимся. Ну, в животноводстве еще хочу сказать, что для, естественно, укрепления иммунитета, это существенная роль, когда ЖКТ в порядке, это 70-80% успеха того, что здоровое животное, естественно, иммунный статус выше, естественно, это и ряд вытекающих отсюда положительных факторов. Ну, естественно, и продуктивность, которая основополагающая для сельхозпроизводителя. Вот. Многолетние опыты подтвердили и много материалов по нейтрализации токсинов, и как бы вот препарат, ну, препятствует развитию патогенной микрофлоры. В любом случае, животное, находясь, особенно в условиях промышленного содержания, скажем так, есть масса факторов проникновения патогенной микрофлоры. Это начиная с условий содержания, это и зерно и обсемененность. То есть, еще раз повторю, что на нашем сайте очень подробно изложен материал по всем вот этим вопросам. Более того, с компанией Биотехагра сотрудничает и ежегодно проводятся новые испытания. Наши партнеры — это порядка более 20 научно-исследовательских институтов, которые проводят испытания, делятся с нами. Это мы все выкладываем, это мы делимся и знакомим вас с этим. Ну, хочу сказать, что каждое, любое предприятие — это индивидуально. Свой зоотехнический фон, условия содержания, есть масса факторов, которые диктуют свои условия. И перехожу непосредственно к линейке препаратов для животноводства. Звучит добавка кормовая пробиотическая БАЦЛ-М, но мы, в принципе, говорим о пробиотиках. Ну, как у меня спрашивают, что такое пробиотик, чтобы не болел животик. Вот, ну, как бы так можно сказать, но непосредственно от БАЦЛ-М. Здесь три основные штамма — это бактериосубтилистинная палочка, как бы называют еще, лактобактериос и энтерококковая группа. Все штаммы перечисленные, они работают на, опять же, ну, это идет заселение микрофоры, это относительно КРС, это вот мы, наш отдел — это рубец, где, это же огромный завод внутри животного, поэтому наша задача — населить как можно больше полезной микрофоры в желудочно-кишечный тракт. И я уже говорила, что это, в первую очередь, это резистентность, это лучшая работа ЖКТ и все другие факторы, иммунитет. Все, ну, как бы, вот это по поводу регистрации, разрешенной, как бы, вот, сопроводительной документации по всем нашим препаратам. Ну, и переходим, как бы, еще раз, для чего это? И, как бы, сейчас прозвучало уже, когда о кормовых добавках, я прошу не путать. Это, как бы, не то, что там, я понимаю всю ответственность, когда сельхозпроизводители работают с такими комбинатами, где продукты для деток, для, ну, где соблюдаются основные критерии и правила, да, безопасной продукции. Это речь идет о пробиотиках. Ну, нам проще будет понятно, когда нам назначают, например, если, тот же всем знаком, Линекс, например, да, там, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Пробиотики, они необходимы, это не просто, как бы, слова, а подтвержденные многолетней практикой и опытами. Это необходимый компонент, вот, именно для здорового питания. Это не синтетически созданный продукт, это не, как бы, добавка, которая, вот, БАДы, так сказать. Вот, ну, я сейчас, как бы, уже хочу, вот, непосредственно к практике, повторюсь, многочисленные исследования. Это цифры. Если вы зайдете к нам на сайт, вы увидите всю информацию и о заводе, и обо всем, и там это все основано на тех опытов, которые мы провели. И, за 18 лет, вот здесь, как раз-таки, видно, к чему приводит применение, то есть, препаратов. Говоря о бацелле, это сухая форма, мы непосредственно добавляем в кармал, в концентрат, можно сказать. И, что хочу отметить, мы не меняем ничего в рационах, мы не создаем какие-то революционные какие-то проекты, проекты. Это сверху, то есть, дозировка там, в принципе, ну, к дозировочкам, да, вот. Дозировки идут, ну, по категориям, по возрастным категориям, там, начиная с телятом. Там, почему стелят, вот, максимально сухая форма, там, либо как только комбикорм появляется, либо даже в молоко, в молозило добавляют даже сухую форму. Почему? Задача первонаперво стартануть, то есть, заселить полезной микрофлорой. Потому что это, естественно, иммунный статус, это лучше, как бы, и хочу сказать, что при таких моментах, как перевод животных, допустим, смена рациона, еще эти препараты выступают как антистрессовые препараты. Ну, вот здесь изложены были, там, как бы, дозировки, да, понятные. Хочу сказать, что помимо бацела, линейка наша дальше по пробиотикам, это моноспоринный проланг. Здесь в моноспорине более мощный штамм бактерий субтелис 945. Еще хочу сказать, что если говорить относительно составляющих, это в одном грамме, это 1 на 10 восьмой степени колонии образующих единиц. То есть, чтобы было понятно, насколько содержится микроорганизм в этих препаратах. Ну, моноспорине, еще раз повторю, бактерий субтелис. А вот, что касается проламы, здесь и бифидобактерии есть, и два вида лактококков, и тот же бактерий субтелис. Но, как правило, вот эти две жидкие формы препаратов мы начинаем давать с маленьких, малышам. Или же в тот момент, когда, ну, я говорю обо всех вещах, когда там происходят какие-то лечебные мероприятия, либо там антибиотикотерапия была, мы всегда говорим животного, запомни, сразу после антибиотика давайте пробиотик. Потому что антибиотик это танк, он идет, он бьет и полезное, и вредное, то есть, нам как бы вот помочь животному справиться с трудной ситуацией. Вот, дозировки по проламу тут, ну, звучат дозировки, и вам понятно, тут прописаны все категории. Это и МРС, это и сельхоз птица, то есть, для разных категорий животных. Ну, мы сегодня здесь говорим вот о мясном направлении. Это применительно как бы к мясному направлению, здесь тоже прописаны те же телята, и там старшая как бы группа идет, и это по моностворену. Ну, я хочу сказать, что наивысшая степень, наивысший, наибольший эффект мы получаем, когда идем в тандеме, начиная там жидкие формы, моностворен, права, и плюс всегда идет бацилл в корм. Это как бы наибольший эффект достигается при совместном применении. Вот, теперь я хочу сказать коротко о втором направлении, ну, я буквально немножечко, это как бы огромное, обширное направление. Это, а, да, вот еще один препарат, это гипролам, это эндометритом, это тоже на основе живых микроорганизмов. Приглашаю посмотреть, не буду занимать время. Прошу вас... Ариан Юрьевна, одна минутка. Да, 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 я очень быстро, да. Это у нас синажная силостная закладка бетасил. Здесь вы видите затраты на одну тонну. Бетасила производим мы более полтора миллиона тонн, ну, на полтора миллиона тонн в год. Это как бы вот для синажирования и силосывания, это нашего препарата. Ну, теперь очень быстро, как бы, хочу сказать, что у нас большая, огромная линейка по растеневодству. Это препараты для обработки семян, это биологические фунгициды, это инсектициды. То есть и препараты для разложения стерни. Ну, это очень коротко и очень быстро. Огромная работа, большой завод. Вот, ну, ежегодно у нас в растеневодстве более двух тысяч тонн в год. Мы, как бы, выпускаем продукцию для животноводства, три тысячи тонн в год. Вот, ну, проверена практика, я хочу сказать. Наша задача максимально сымитировать естественную вот среду обитания животных. Потому что в любом случае, как сегодня сейчас прозвучало, здесь теленок, возле мамки, там, допустим, или та же мамка. Они находятся в естественной среде, они подъедают тоже траву, они также попадают почвенные бактерии. То есть насытить микрофлору, которая сродни естественной, как бы, вот среды. И мы работаем вот именно в этом направлении. Еще раз хочу сказать, что завод на испытания мы предоставляем препарат, можно дать, даем бесплатно. В течение двух месяцев вы можете отследить. Но это обязательно должна быть в рамках опыта пары аналоги. Есть одно содержание, одно питание, единственное только там с добавками или нет. Нашу продукцию можно приобрести, если как бы в частном порядке, и на озоне. То есть мы развиваемся, как бы, двигаемся дальше и приглашаем в сотрудничество. На сегодняшний день у нас география стала гораздо шире и масштабнее. Если мы начинали по Краснодарскому краю, поближе здесь Ростовская область, Воронеж, то теперь это и Пермский край, это и Удмуртия, это и Урал. То есть у нас сейчас географически мы расширяемся. Естественно, соответственно, каждое хозяйство, каждое предприятие – это свой зоотехнический фонд, ветеринарный фонд, породы животных, категории животных, возрастные категории животных. Это после отъема до доращивания, после шести месяцев. Это молочная продуктивность, это фазы лактации. То есть здесь столько критериев, что опытов было проведено много, но еще и стоит проводить. Потому что помимо таких, знаете, которые сразу человеку будут понятны и интересные показатели, как продуктивность, молочная будет, либо мясная продуктивность, мы копаемся еще глубже, потому что мы исследуем по крови, насколько там, я как-то вот, отчеты у нас есть, это и состояние крови, и состояние внутренних органов, вплоть до того, что у нас идут испытания на… Если на предприятии идут лечебно-профилактические мероприятия, не дай бог там какая-то вспышка, то идут, это применение антибактериальных препаратов. Что такое антибактериальные препараты? Если заболевания, соответственно, ты их должен, тебе необходимо их применять, тебе надо спасать ситуацию. Но есть периоды ожидания, например, да, там, чтобы эта продукция шла в продажу, есть свои там какие-то вот эти критерии необходимые. И поэтому даже у нас есть такие испытания, когда мы проводили исследования на предмет наличия антибактериальных препаратов в крови. То есть я так глубоко ныряю в эти опыты, потому что их колоссальное количество, и мы со всех сторон рассматриваем применение, не то, что мы дали пробиотик, и вот у вас, пожалуйста, молочная продуктивность там от литра, там, пол-литра пошла вверх, или же там по мясной продуктивности. Поэтому работа применения биопрепаратов в животноводстве идется давно. А вот в мясном животноводстве, в молочном животноводстве, как часто дают пробиотики? Ну вот смотрите, Саша, я вам скажу так же вот по поводу немножечко так вот коснусь легко, да, там то, что растеневодство. Растеневодство сейчас, мне очень приятно, опять же, возвращаясь тут, ну, это большой масштабный разговор, я с вами готова разговаривать на эту тему долго и с утками. Но смотрите, в растеневодстве это направление развито, ну, как бы достаточно давно, но я всегда с растеневодом, которых я курирую, которых консультирую, я всегда говорю, ребят, даже кто-то приезжает, может быть, лучше нас, там, покажется там какой-то, да, требуйте регистрационные документы. Потому что растеневодство, когда начали пробовать ряд препаратов, обожглись, а сейчас ввели систему Сатурн, и мы, кстати, даже рады, потому что человек будет видеть, что он купил зарегистрированный препарат. Животноводство, как сказать, вот даже, ну, вот Ростовская область, мы два года назад провели масштабный опыт 50 лет октября, это Неклиновский район. Мы проводили на, поймите правильно, это тоже время, это не бывает, это такие препараты, которые ты дал сегодня, а завтра у тебя результат. Так, ни в коем случае, это не так. Это надо отобрать пары, аналоги, группу, обязательно в одинаковых условиях, максимально одинакового возраста, ну, продуктивности и всего. И когда мы видели, опять же, там этот отчет у нас выложен на сайте, мы наблюдали эту локтационную кривую, насколько это все меняется, и настолько мы были довольны всей этой темой. Сейчас, на сегодняшний день, 50 лет октября, они являются нашим постоянным покупателем, они приобретают препарат. На сегодняшний день, я повторю, география настолько большая, вот на Урал мы отправляем более 20 тонн в месяц, Воронежская область более 30 тонн в месяц, да. Коснусь тоже так, это агрокомплекс имени Ткачева, Василковский, ну вот на минуточку, это 36 тысяч двойного только поголовья, они работают с нами. Вот Щербиновский район тоже, знамя Ленина, там 5 тысяч поголовья, Казминский премзавод, это Ставропольский край, там 2 тысячи только дойной. Поймите правильно, ну, у нас уже очень много партнеров наших, которые с нами давно работают, и это не только по теме пробиотика, ведь пробиотик, это на самом деле мы, я повторю еще раз, что мы пытаемся смоделировать естественную среду, как животные в природе находятся, он же поедает траву, и получается, и почвенные бактерии попадают в ЖКТ, и что такое бацилы? Это спорообразующие бактерии, это молочнокислые бактерии, и целлюлозолитические бактерии. Вот они, попадая в организм животного, они начинают свою ключевую роль, то есть они начали, помимо того, что они подселяются, начинают вырабатывать биологически активные вещества, которые способствуют, во-первых, если молочнокислые, это как бы норма флора поступила, если это целлюлозолитик, это идет на грубые карманы, расщепление кормов, то есть это, естественно, лучше усвоение идет. И как бы по токсинам работаем, у нас тоже ряд статей, когда вот по токсичным этим всяким проявлениям. Ну, первонаперво, что будет видеть животновод, это даже по состоянию шорсти, она будет более блестящая, ну, то есть жвачка у животных, и по навозу даже там уже заходят в корпус, первое, на что обращают внимание, вот как бы ветеринары особенно, они говорят, слушайте, а чем вы кормите? Потому что вот нет непереваренного чего-то, нет там каких-то грубых этих кров. Ну, то есть это вот, помимо того, что визуально, это, конечно, и на привесок. А если взять тему сенажно-силосной закваски нашей битаси, это молочнокислые бактерии, и где, я прошу прощения, на сегодняшний день затраты на одну тонну силосойной или сенажной массы, это 8 рублей 35 копеек. Это где? Это вот при нашем состоянии рынка на сегодняшний день, ну, у нас литр закваски идет на 20 тонн, ну, сенажной, ну, зеленой массы. И поэтому, если разобраться стоимость на тонну, то это 8 рублей 35 копеек. Будь каким тебе угодно, удобным случаем. Это также на комбайне, если есть эти присадки, да, там, соблюдают там дозировку воды, там, концентрации нашей закваски. Ну, мы как бы отправная точка, литр закваски на 20 тонн массы. Вот. На сегодняшний день, я повторю, опять же, полтора миллиона тонн сенажа-силосы, это мы в год, ну, как бы, наши поставки. И прогресс, Василковский район, который с нами давно работает. Ну, по закваскам, если есть партнеры, это уже, как бы, четко они звонят, уже знаем, как бы, в сезон, и они уже, имея доверие к нам, ну, с 2004 года мы продаем эту закваску. И поэтому рядышком здесь, и насколько масштаб, я еще раз повторю, географически достаточно широкий. Когда проводили опыт, это на вот две породы, Бердина-Ангузская, и сейчас это, значит, 60 дней шел опыт, Краснодарский край. Ну, тут факт тот, что, обратите внимание, насколько менялось за 60, опять же, дней. Повторю, 21 день, он такой стартовый, грубо говоря. И насколько менялась продуктивность. Это вот Абердина-Ангузская порода. Вот здесь вот табличка у нас Шаралевская порода. Вот. И мы видим, что 16,7%, 24% это вот по мясной. И я почему выбрала опыт этого года и этого предприятия, чтобы это было, понимаете, когда информации много идет, это как-то вот, ну, распыляется внимание. А здесь вот именно по привесам максимально понятно, 16-20%. Это как бы значительная цифра, согласитесь, это интересно. Вот. Следующий, как бы я хотела, ну, это вот опять же, это на основании всех опытов, это 10-20% у нас идет по привесам разница. По УДОям это тоже вот 10-15%, это анализируя не только 50 лет октября, там значительная часть тех же опытов, которые, Саша, я еще раз говорю, ну, могу эти опыты прислать, и можете зайти там, их очень много. Очень. Это средняя цифра, которая выбрана, там, я не знаю, из 20-30 опытов, которые по каждому говорить, занимать время, это в среднем, как бы, вот такая картина. И когда мы пишем, что рубль, направленный на приобретение препарата, возвращается, двумя десятью рублями, это действительно факт, там, эти 30 опытов, которые на сайте, там везде стоят печати, подписи, зоотехников, руководителей, которые мы конкретно в каждом хозяйстве работали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!